Всем привет, друзья! Вы на канале об инвестициях и не только о них. Если вас эта тематика интересует, подписывайтесь на мой канал, рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком и инвестирую вместе с вами. Ну что, дорогие любители Сбербанков, Газпромов и прочих российских акций, сегодня черный день для российского инвестора. Мужайтесь, друзья! Давайте сегодня попробуем как-то этот день пережить. Будем держаться вместе. Вместе не так страшно. Сегодня, как обычно, полистаем любопытные новости, посмотрим на российские, на американские рынки, посмотрим на стоимость нефти, золота и биткоина, разберем лучшую российскую компанию сегодняшнего дня, покопаемся в моих портфелях. Напомню, что инвестирую через брокеры открытия. У меня два счета в Тинькофф, один в ВТБ и крипто-кошелек на Бинанс. Ну и в завершении попытаемся поразмышлять, чего нам ожидать от дня завтрашнего. Перед тем, как мы начнем, попрошу вас традиционно поставить мне лайк за это видео. Спасибо огромное! Погнали! Ну что, друзья, трэш по российским активам продолжается. Курс евро впервые превысил отметку 84 рубля с 6 октября. Российская валюта падает по отношению к евро и доллару. Ослабление рубля способствует ухудшение спроса на рисковые активы на мировых рынках, коррекция нефти и усиление геополитической напряженности. Ну и также сегодня доллар перешагнул отметку в 74 рубля. Все это очень и очень неприятно. Что касается этой геополитической напряженности, то история, связанная с Украиной, продолжает развиваться и развивается достаточно тревожно. Вот сегодня, например, Кремль назвал вбросом данные об атаке России на Украину с трех сторон. Вбросы западных СМИ о возможном вторжении России на Украину нагнетают напряженность, заявил Песков. Ранее источники Bloomberg раскрыли сценарий, при котором Москва намерена атаковать Украину с трех направлений. Вот что сказал Песков. Его прямая речь. Мы видим, что идет целенаправленная информационная кампания. Вбросы для вбросов используют в качестве трубы Bloomberg. Некоторые американские газеты участвуют. Это нагнетание напряженности. Это попытка представить Россию как некую сторону, которая угрожает процессу регулирования, сказал Песков. Такие вбросы также могут быть камуфляжем, чтобы прикрыть агрессивные помыслы, которые могут иметь место в Киеве, допустил пресс-секретарь. Агрессивные в плане намерения решить ситуацию на Юго-Востоке силой. По словам Пескова, Россия наблюдает за развитием ситуации с большой тревогой. Киев и сам наращивает силы. Киеву помогают наращивать силы. Киеву поставляют большое количество вооружений, сказал он. Кто пропустил всю эту историю, друзья, в начале этого месяца ряд западных СМИ, в том числе Вашингтон-Пост и политика, сообщила о том, что Россия предположительно наращивает войска у границы с Украиной, в том числе у границы Белоруссии. Американская разведка считает, что если Запад не примет меры, то Россия может вторгнуться на Украину в течение нескольких ближайших недель. В Минобороны Украины считают, что атака начнется с артиллерийских и авиационных ударов, а также высадки морского десанта в районе Одессы и Мариуполя. Наступление также будет вестись небольшими силами с территории Белоруссии, заявил глава украинской разведки. Вот именно, друзья, по этой, собственно, причине, главным образом, сейчас инвесторы и бегут из российских бумаг. В случае любого конфликта возникнет полнейшая неразбериха, непонятка и, естественно, на цене акций это скажется негативно. Вот отсюда такой скепсис и отсюда, я бы даже сказал, такая паника. На этом фоне индекс московской биржи упал ниже 3900 пунктов впервые с августа. Индекс мосбиржи потерял более 3% на фоне ухудшения спроса на рисковые активы на мировых рынках. Дополнительным негативом еще является коррекция цен на энергоносители. Индекс РТС снижается на просто бешеные 4, почти с половиной процента. В лидерах падения сегодня Тинькофф минус 6,7, Газпром минус 5,4, Новотек минус 6,1, а также обычка Сбера минус 4,7, Преф и Сбера минус 4,8. Более-менее неплохо торгуются сегодня бумаги фикс прайс по ним плюс 2,3 и в слабом плюсе Росгидро плюс 0,8 процента. Короче, сегодня на бирже просто резня. Еще одна любопытная новость. Налоговая служба запланировала отказ от декларации 3 НДФЛ. В целом возможность отказаться от заполнения деклараций будет зависеть от доступа налоговиков к данным, сказал в интервью РБК глава ФНС Даниил Егоров. Сейчас россияне подают около 14 миллионов таких деклараций. Вот что он сказал. Наша общая стратегия направлена на то, чтобы в итоге привести систему к такому состоянию, чтобы деклараций не было вообще. В перспективе мы планируем отказаться от декларации 3 НДФЛ для большинства случаев. Если мы, как налоговая служба, имеем доступ к данным, по которым можно рассчитать налог, то мы можем себе это позволить. Если у нас нет доступа, тогда остается декларировать. Нужно еще пройти несколько этапов, чтобы плательщики могли спокойно производить уплату. Возвращаясь к вопросу об имущественных вычетах, на первый взгляд, это для нас никаких формальных выгод не несет. Но чтобы мы доверительно общались с плательщиками, они должны видеть, что мы не только контрольную функцию выполняем, но и сервисы для него автоматизируем. Но и в итоге они планируют перевести все это на автоматизированный принцип к 2024 году. Что это означает, друзья? Ну, вероятно, усилится контроль над различными операциями, приходными в том числе операциями. Ну и, возможно, как-то это все будет в автоматическом режиме теперь рассчитываться и удерживаться. Сейчас многие, ну, наверняка не все свои доходы декларируют, но налоговики, я так понимаю, разрабатывают схемы, как вот эти теневые доходы обнаруживать и налогооблагать. Ну и, друзья, главная новость, которую я вынес в заголовок, просто беспрецедентная ситуация, которая повергает в шок. Это возможный дефолт и возможное банкротство Роснано, госкомпании Роснано, у которой огромное количество облигаций, считавшихся просто сверхнадежными, с высоченным рейтингом. И сейчас полное неведение, что будет дальше. И, я бы даже сказал, паника среди инвесторов, кто в эти облигации заходил. Много уже на эту тему написано, сказано, но давайте каким-то основным моментом пробежимся. ЦБ объяснил остановку торгов по Роснано предотвращением инсайда. В Банке России посчитали, что информация о переговорах по реструктуризации долга, который ведет Роснано с узким кругом кредиторов, может нанести ущерб другим держателям облигаций. В сообщении ЦБ говорится, что регулятор получил информацию об обсуждении сценариев реструктуризации долга, которые госкорпорация ведет с узким кругом кредиторов, чтобы обеспечить защиту интересов всех кредиторов и держателей облигаций госкомпании, а также не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже в период до официального объявления госкомпании о проведении таких переговоров, Банк России 19 ноября принял решение о приостановке торгов бумагами госкомпании и направил бирже соответствующее предписание. Случилось это в пятницу вечером 19 числа. Торги на Мосбирже всеми выпусками облигаций Роснано на общую сумму более, внимание, друзья, 70 миллиардов рублей были приостановлены, то есть бумаги нельзя было ни купить, ни продать. Позднее пресс-служба биржи проинформировала, что приостановка была произведена по предписанию Банка России. Роснано позже сообщило, что обсудило с кредиторами и крупными держателями облигаций возможные сценарии реструктуризации долгов для того, чтобы избежать наиболее негативных сценариев. На повестке дня обсуждались финансовые результаты деятельности общества и возможные сценарии реструктуризации в интересах кредиторов, говорилось в сообщении госкомпании. В ней пришли к выводу, что накопленный компанией, друзья, непропорциональный долг и текущая финансовая модель требуют корректировок. В Роснано отметили, что сейчас есть возможность выработать компромиссные варианты развития ситуации, которые позволят избежать наиболее негативных сценариев. Но даже за этими сверхмягкими формулировками понятно, что ситуация принимает крайне негативный оборот, и развитие этой ситуации может быть очень драматичным. Генеральный директор управляющей компании Ари Капитал, которая держит часть облигаций Роснано, Алексей Третьяков, ранее заявлял, что возможная реструктуризация долгов и тем более дефолт Роснано ударят по всем остальным государственным компаниям и создадут им проблемы при выходе на рынок. Вот что сказал Третьяков. Я надеюсь, что компания посоветуется с акционером в лице государства и передумает проводить реструктуризацию, тем более объявлять дефолт. Дефолт, друзья, по облигациям означает, что компания отказывается выплачивать купоны по ним. То есть они говорят, что у нас денежек нет, извините. И в лучшем случае, если не будет банкротства, просто возвращают номинал по облигациям. Потому что это будет ударом по всем остальным государственным имитентам, включая Газпром, так как почти у всех квазисуверенных компаний рейтинг выше рейтинга кредитоспособности самой компании за счет господдержки, о чем предупреждают рейтинговые агентства. И это действительно так, друзья. Если мы посмотрим на облигации Роснано, то абсолютно по всем возможным рейтингам это были очень надежные бумаги, которые рекомендовали к покупке даже крупнейшие брокеры в своих модельных так называемых портфелях. И произошедшее сегодня это полнейший шок. Вот что он продолжает. Если выяснится, что государство не поддерживает компании, принадлежащие ему на 100%, это будет означать проблемы с выходом на рынок для всех госкомпаний, которые тоже часто выходят на долговой рынок, таких как ВЭБ, ГТЛК, Аэрофлот и всех остальных. Кто воспринимается не как коммерческие структуры, предположил гендиректор Ари Капитал. Роснано создавалась в 2007 году в виде госкорпорации для развития нанотехнологий в России, но в 2011 году отказалась от этого статуса и была преобразована в акционерное общество. На 100% принадлежащее государство, то есть фактически это государственный долг. С 2008 года по декабрь 2020 ее бессменным руководителем был Анатолий Чубайс. Теперь он спецпредставитель президента по международной климатической повестке. Его уход произошел на фоне передачи Роснано под управление госкорпорацией ВЭБ РФ в рамках реформы институтов развития. Представители Чубайса и ВЭБа пока от комментариев отказались. А вот агентство ФИЧ уже назвало ситуацию с долгами Роснано тестом для государства. Ситуация с долгом Роснано может стать тестом на готовность России нести финансовые потери в связи с высокорисковыми инвестициями, считают в агентстве ФИЧ. Без господдержки рейтинг госкомпаний был бы на одну ступень ниже. Вот такая, друзья, тяжелейшая история. Будем продолжать наблюдать за развитием событий. Будьте очень осторожны с этими бумагами. И вообще, в принципе, с корпоративными облигациями, как теперь уже мы можем понимать, надо держать ухо востро. Нет абсолютно никаких гарантий, что даже фактически государственная компания не станет дефолтной. Друзья, напоминаю, инвестировать вместе со мной можно с помощью моей готовой инвестиционной стратегии. Честный портфель, получить ее может любой желающий. Для этого нужно написать мне в Телеграм. Ссылочка в описании, в первом комментарии. Стоимость стратегии 500 рублей. Погнали на рынки. И, друзья, на это просто больно смотреть. На момент моей записи индекс РТС теряет уже более 5%. Минус 5,25%. Индекс Мосбиржи падает на 3,44%. В Европе ситуация и в мире в целом тоже негативная, но куда менее негативная. В минусе сегодня ФУЦИ, КЭК и ДАКС. Америка пока еще не открылась. В пятницу там, кстати, было довольно неплохо. Доу Джонса был в просадке на 0,75%, а вот СНП и NASDAQ подросли. Доллар на текущую минуту прибавляет почти 2% к рублю. Евро растет на 1,75%. За доллар дают 74,79%. За евро 84,33%. А вот крипта пошла вниз. Биткоин минус 4 почти процента. Цена за монету 57,211 долларов. И это, друзья, первый раз, когда я вижу подобную картину за то время, что делаю эти вечерние обзоры. Ни одной российской бумаги из индекса S&P, которая была бы в плюсе сегодня, нет. Абсолютно все в минусе. Пятерка худших акций это АФК-система минус 3,8%. Сбербанк-префа минус 4,4%. Сбербанк-обычка минус 4,4%. Мосбиржа минус 4,6%. И аутсайдер сегодня Тинькофф минус 5,9%. Единственные, кто практически сегодня потирают руки, это владельцы бумаг Ишстали. Смотрите, обычка Ишстали сегодня плюс 27%. Префа Ишстали плюс 9,88%. Ну вот такая интересная ситуация. Весь рынок падает, причем катастрофично падает. А Ишсталь сегодня растет. По обычке за месяц плюс 48, плюс 187 за год и 342% рост за 3 года. Ну давайте очень кратенько вспомним. Тикер IGST 2699 рублей стоит одна акция и сегодня растет на 579 рублей. Теханализ от инвестинг на месяц активно покупает скользящие средние 12 к 0, технические 6 к 1 за покупку. Ишсталь российская компания, производитель специальных марок стали, сплавов и нержавеющего проката. Вот график бумаги за месяц, график за полгода и годовой график компании. Основной позитив начался с октября этого года, а до этого акция вела себя достаточно умеренно. Капитализация более 2 миллиардов, бета ровно единица, показателя ПЕ, к сожалению, нет. Как и нет дивидендов по обычке, по префам не знаю, надо смотреть отдельно. Рентабельность тоже, к сожалению, не указана. Более 16 миллиардов выручка компании, но тем не менее чистая прибыль даже отрицательная. Минус 1,85 миллиарда. Ну вот так, друзья, интересная бумага. Мы ее часто с вами разбирали, когда она начала лететь в небо с октября. Сложно сказать, данных в брокере открытия для принятия решения о покупке недостаточно. Но мне кажется, почему-то акция уже достаточно сильно перегрета. И, пожалуй, заходить в нее сегодня уже очень опасно. Так, ну и давайте смотреть, что у меня. Начинаем с российского портфеля в брокере открытия. У меня сегодня здесь было пополнение. Я воспользовался вот этой просадкой. Что я именно покупал, в каком количестве, расскажу в отдельном видосе. Скоро я его выложу. Но убыток сегодня, конечно, жуткий. Минус 1,66 процента. Минус 14,800. Короче, у меня сегодня убыток больше, чем мое пополнение. Но ничего, друзья, надеюсь, все будет хорошо. Ну, естественно, результат очень сильно огорчает. За последний месяц этот портфель потерял почти 24 тысячи рублей. Минус 2,61 процента. За три месяца пока плюс сохраняется, но уже очень скромный. Всего лишь плюс 10 тысяч рублей и плюс 1,19. Погнали в Америку. Начинаем с брокерей Тиньков. Приличную часть российской просадки сегодня отыгрывает Америка. Ну, главным образом за счет роста курса доллара и евро. Что касается акций, лучшая в этом портфеле сегодня AMD. И AMD продолжает удивлять. За месяц доходность более 31 процента. Также сегодня бодрячком портфель с фондами. В нем 266 тысяч и общий профит плюс 16,6 процента плюс 38 тысяч рублей. Ну что, друзья, пытаюсь сохранять хладнокровие, как вы видите. Хотя, естественно, мне это также неприятно, как и вам, видеть убыток по своим инвестициям. Но опыт научил меня, что все это временно, как было написано на кольце у Соломона, и это пройдет. Наверняка, друзья, эту просадку рынки нам скоро вернут. Так что не унывайте, не отчаивайтесь. Сейчас, возможно, неплохая возможность что-то добирать на таком снижении, если вы задумываетесь о покупках в ближайшее время. Что касается ситуации с Роснано, я все-таки надеюсь, что государство на самотек эту историю не пустит. Слишком высоки имиджевые риски в случае дефолта. И, понятно, это очень сильно подорвет доверие к российскому долгу в принципе. Я надеюсь, что эта история тоже будет иметь благоприятный конец. Но, опять же, друзья, такие ситуации лишний раз наводят на мысль, что к облигациям российских корпоративных компаний надо относиться очень осторожно, даже если там государственный капитал. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Рассказываю о фондовом рынке, о пассивном доходе простым доступным языком. Инвестирую вместе с вами, с надеждой на лучшее. Прощаюсь и увидимся завтра. Пока-пока. Продолжение следует...